МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Два бассейны, волейбольная пляцовка и футбольное поле. Гомельские архитекторы рыхтуют в проект школы для микрорайона «Хутор». Соправдная прогожость не выходит из моды. Мазырская рукодельница стала зоркой социальных сеток. А зараз об этом меньшим больше подробязна. Житевые пытанни. Помощник президента Республики Беларуси, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, провел промую телефонную линию. За две годины поступило 23 звороты. У лидерах по колькости, пытанни жильева, коммунальные господарки, земельные спрички, тема доброго порадковання. Жихарка Агрогородка Красная до помощника президента звернулася не в первый раз. Проблема таеж, будовництво припынку для громадского транспорта. По словах мясовых, выканавших улада, у этой работы запланованы на третий квартал года. Юрий Шулейко ставит задачу. Припынок повинен быть завершен до конца жнивня. Даручил помощник президента в самые стислые термины разобраться и с проблемой молодой семьи из Ельска. При газификации будинка по веневыканавцы работу в их приватном доме отбылся пожар. Отримать компенсацию молодая семья не может, нема заключения от правооховных органов. С некоторыми из тех, кто свернулся на телефонную линию, Юрий Шулейко пообещал сустреться особисто. На место разледить хвалючие пытания и принять решение. Тышится гэта из земельных спрэчек. На думку Юрия Шулейки, многие из них наступствы здесь не на хранейших недопрацовок. В первую очередь, это учетная политика, которая ранее сложилась. И мы сегодня получаем последствия, имея сегодня спутниковую навигацию, имея сегодня четкую работу компьютерной системы, право устанавливания границ, непосредственно землеустроительной службы, гипрозема. И ранее ошибки совершенные, или нехватка иных документов, некоторые документы, которые удостоверяют право наследства, в том числе земельного участка, границ участков и так далее. Мэр Гомеля Петр Кирыченко сустрелся с коллективом Гомельского локомотивного депо. Минула первая половая года, самый час подвести основные выники социально-экономичного развития Гомеля. Каким стал это непростый период для города? Как его передолели гомельские чугуночники, доведались наши корреспонденты. История локомотивного депо наличия 148 годов у партой працы. Предприемство действует в круглосуточном режиме, в его составе больше, как тысяча специалистов. Основная на промок развития – электрификация чугуночной системы. Предприемства все больше отмавляются от тепловозов на корысть электроцехников. Пандемия вымусила чугуночников избавить темпы и привела до простою. Али истотная эпидситуация на стан справ не пауплывала. Навод в таких непростых умовах працевники на вратте могут паскардицца на тяжкое финансовое становище. В данный момент времени даже заработная плата по предприятию в целом составляет без малого 1300 рублей. Прыклад работы локомотивного депо добра проецируется на стан Гомеля в целом. Не глядяши на внешние обставины, город переодолевая перешкоды у любых сферах. Экспорт товара у послуг снизился, але удалось забеспечить станучая сальда. Уведены тысячи квадратных метров жилой площади. Забеспечены запланованные объемы капитального ремонту. Повсюдно проводится озеленение. Петр Кирыченко отзначая. По многих социально-экономичных показчиках Гомель соступает только столице. Тем не менее, поспехи не один, а на года для визиту мэра. Обмеркование проблем и пытания у коллективу – не меньш важная частка сустречи. Они касаются и открытия одного из медучреждений нашего города. То есть интересуют людей, я так понимаю, это жители как раз тех микрорайонов, которые называемые Мельников-Лух. Их когда поликлиника откроется, есть вопросы, которые касаются торгового обслуживания. Это касается больше жителей микрорайона Кристалл, 96-го микрорайона, как его еще называют в народе хутор. Что там, какие перспективы, ну и ряд других вопросов поступило. А последние шесть месяцев стали с оправданным выпробованием, натрывалась не только для города, а и для всей краины. Тем не менее, это корыстный опыт позволяет нам с оптимизмом смотреться в будущее. И он усиляет выполненность. Любые перешкоды могут переодолить. Миколай Скинтиян, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Школа будущего. Гомельские архитекторы працуют над проектом установки адукации, которую побудуют в микрорайоне «Хутор». Это будет шмат функциональный комплекс на 845 наученцев. Сама школа будет складаться с четырех блоков – администрационных, навучальных для старейших и молодших классов, а так само харчблока и спортивной зоны. Сгодно с проектом у новой школы будут два бассейны с малой и великой чашами и спортзала. На пролягающей территории разместятся футбольный стадион, волейбольная и баскетбольная пляцовки. Агульная площа комплекса – три гектары. Что касается самого объемно-планировочного решения, оборудования этой школы, а также и благоустройства с интерактивными площадками, это школа будущего, современная, красивая. У института ЕГИ прожил МАШ займаются распроцовкой проекта новой школы. На кострышник запланована экспертиза. После можно будет начинать будовничные работы. Нормативный термин узведения – 15 месяцев. Будовничество школы в микрорайоне «Хутор» находится на контроле у старшини Аблу Конкама Геннадия Соловья. Темчасом у Хойниках завершается будовничество двух шматкватерных домов. Сдачу эксплуатацию запланованная на наступный месяц. Основная частка квартир уже размеркованная помеж шматкотерными семьями. Як выращается жильевое питание у районным центра, доведалися наши корреспонденты. Хойники – город молодых. У селяким выпадку имкнется стать минавито таким. В первом погоде минулого года у райцентра народилось около 80 детей. За этот период селета – 70. Сирот основных просьб, которые выказывают же хоры, – будовничество жилья и бассейна. В прошлые годы тут побудовали целый микрорайон, в котором худко з'явятся еще два домы. Это основное наше направление – обеспечить всех многодетных, которые находятся на очереди в Хойнинском районном исполнительном комитете. Их у нас на 1.07.2020 года – 160 семей. И уже 93 мы направили на строительство. И в сентябре месяце текущего года, значит, с экспертизы выходит проектная документация еще по одному 40-квартирному дому, по 240 указу. И мы приступим еще к строительству одного дома. Новые жилые домы у Хойниках узводит филиал Мазырского домобудовничного комбината – мясовый завод железобетонных выработков. Предприемство мае уласную вытворшую базу, а тому з'является у городе бадай основным забудовщикам. Почас приезду нашей здымочной группы на объекте проводили демонтаж будовничного крана. Застается выканать отделочные работы внутри квартир. У наступном месяце объекты будет примать Державная комиссия, у составе якой широкое коло специалистов. От Держбуд нагляду до санстанции и Министерства по незвычайных ситуациях. Правда, значных зауваг подрачек не чекает. Якость работ тут на постоянном контроле. Урыште сегодня от этого напрямую залежит экономика завода. За качеством мы очень строго следим, потому что качество – это выход на рынок. А выход на рынок – это всегда есть объемы, это всегда своевременная зарплата, получение материалов и сохранение хорошего коллектива. Поэтому мы стремимся к качеству и каждый раз смотрим и хотим, чтобы у нас жалоб от наших застройщиков вообще не было. Олег Санчуров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Схонник. Классификация высокого взрыва. Сегодня в Гомеле произошло урочистое открытие нового будинка научного центра «Руб Гомель Энерго». Что год в филиале рыхтуют около 3000 человек – работников энергосистемы, а так само и других организаций. Новые научные классы наведала Ганна Коральчук. История научного центра «Гомель Энерго» началась и еще в 60-е годы. Миновитого в этот час завершилось обновление энергетичных объектов региону после Великой Отчины войны. В 65-е годы тут что год проходили научные до 700 работников не только «Гомель Энерго», но и разных трестов, колгасов и совгасов. В 2000-м створили компьютерный класс для проверки ведов по охове працы. Просчетыре годы началась тренажерная подрыхтовка оперативного и ремонтного персонала электричных сеток. Научение особ, отказанных за электро- и теплохосподарку и инших организаций. Оперативный персонал – это самый опытный, самый опасный участок таких работы, потому что они или один он, допустим, дежурит здесь вот на станции в смену, или, допустим, если оперативная выездная бригада, то два человека всего лишь. Ну и мы были первые, сам Белэнерго, первые среди учебных центров, которые вот в современном, тогда в современном уровне начали тренажерную подготовку. В 2013-м центр отримал лицензию на докуциейную деятельность по повышению квалификации кирующих работников и специалистов. За весь час у центра пройшли научанием больше 50 тысяч человек. Центр в то время был в неважных условиях, и по сравнению с другими учебными центрами белорусской энергосистемы, он был самый слабый, будем так говорить. Поэтому с генеральным директором мы тему обсудили, он согласился, пошел на встречу. Мы с работниками учебного центра объехали другие учебные центры нашей энергосистемы белорусской, взяли все самое лучшее, приступили к проектированию, ну и вот результат. Сегодня установа отримала прописку новым будинку с сучасным обсталяванием. Открытие промерковали до 55-го дня центра. Проводят научание тут будет больше за 400 позаштатных выкладчиков, лепших специалистов гомельской энергосистемы. У нас 14 филиалов, каждый филиал имеет специфику свою. У нас и филиалы электроснабжения, выработка электроэнергии, передача энергии, распределение энергии. Руководители, специалисты, которые там работают, они и у нас, чтобы понимали, они у нас и являются преподаватели. Они практикоориентированные, высококвалифицированные люди, имеющие не одно образование. Более того, к нам мы не берем преподавателей, если в течение пяти лет не повышал квалификацию. Особным на прамках деятельности изъявляется профилактичная работа с детьми. В рамках акции «Беспечные каникулы» персонал центра суместно с гомельскими электричными и тепловыми сетками проводят квестгульни подороже по краине электробеспеки. Протягивается и сопрацовничество с техничным университетом имя Сухого. На базе научного центра студенты спостигаются основы профессии электромонтера в рамках летней практики. Ганна Крыльчук, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». На передо дни головной политической подеи года выборов президента Республики Беларусь важно звернуть увагу молоди на особливости электоральной кампании. Беларусский Республиканский Союз молоди с этой метой ладит специальный проект «Азбука громадянина». Сегодня удельниками «Деловой гульни» стали молодые працовники Гомельской мытни. Как произошла интерактивная встреча, ведая наш корреспондент Павел Михно. Инсценировка процесса проведения голосования, подлиг голосов выборщиков и парадок проведения выборов президента Республики Беларусь. У ходе деловой гульни «Азбука громадянина» версия 2.0 молодые сопрацовники мытни смогли очуть себя в роли членов выборчих комиссий и назиральников. В процессе гульни с допомогой моделеванием разных ситуаций удельники дискутовали на тему необходимости принятия удела у выборах, обмерковали потребования, что предоявляется до кандидатов у президента краины. Я считаю, что эти встречи весьма полезны не только для работающей молодежи, но и для подрастающего поколения. Они воспитывают и формируют самосознательность, активность в нашей избирательной системе, в становлении личности. Проект Гомельской городской организации БРСМ закликанный повысить цикавость до выборов, як и наиважнейшие политичные падеи – отримать новые веды по уделе у выборчем процессе. На деловой гульни присутничал и начальник Гомельской мытни Феликс Яшков, який высоко оценил уклад молодежной организации у патриотичное выхование сучасной молоди и формирование ее каштовносных ориентиров. Безусловно, те, кто принимает участие в этой деловой игре, серьезно относятся к тем вопросам, которые обсуждаются. А вопросы, на самом деле, серьезнейшие и наиважнейшие – это избирательная система Республики Беларусь, это механизм выбора президента Республики Беларусь. Я думаю, что каждый социально активный гражданин должен в этих вопросах ориентироваться, а проводимая деловая игра, безусловно, поможет это сделать. Деловая гульня пройшла цикава и взаимальна, а в завершении встречи Феликс Валентинович уручил членские билеты мытникам, які уступили у Рады БРСМ. Павел Михно, Сергей Лукашук, Толерадоя компания «Гомель». Коли идеи для творчасти, подказывая сама природа. Гомельчанин с мудрогелестых карчаков створяя святильни и декоративные предметы интерьеру. На рахунку Сергея Кучарова уже некальки десятков эксклюзивных работ. Технику майстер распрацавал сам. Древная сыровина проходит с некальки этапов – чистку, сушку и опрацелку огнем. Левш за все для працы подыходят твердые породы древ, дуба, буакация. А у идеях у майстра переважает морская тематика. Большость святильни створаются у выгляде кораблев и маяков. Так как это дерево и оно лежит в земле, там многочисленные трещины, многочисленные рисунки этого дерева. Вот это хочется все подчеркнуть и показать людям, ну и как бы преподнести людям, то есть чтобы видели, что природа – это вот есть природа. Дача Сергея поступово перетворается у выставочную залу. Да и сам майстр уже задумывается об персональной экспозиции, как об ягу творчасти доведалась и натхнилась, как могла больше людей. Пенсионерка с Мазыра Алина Цык раптоуна стала зоркой интернету. Фото, на яким Жаншина Апранутова у вас нарушно сделанное оденье, набрало множество лайков и комментариев у социальных сетках. Жаншина шмат годов займается вышиванием. И вось ее майстерство оценили не только родные и близкие. Алене Яковлевне 83 годы. Жаншина народилась и увез цыремязы Ельского района. А пошний час живе у Мазыры разом с дачкой. Поважана у взроспат рабоя клопоту близких. Вышиванием займается с дятинства. Это заняток отдушина и отпочинок для человека, який все свое житие отдал тяжкой працы. Рано схопилась, а побегла на херму. Прибегаю из хермы, за косу косичь, гребцы бы дадишь. Як давали в чину на проценты, треба 7-8 столов зробить у колхоз. Один себе. Яскравая и колоритная одення Алены Яковлевны усих приводить у захоплёння. Водгуки в жизни и в интернете тому подтверждение. Это и ручная работа с оправдной адлюстрованием народной души. Это и другие новины. Информацию об проектах телерадио компании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь4 в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. В Калинковичах более 9 часов искали 20-летнюю девушку. Утром она отправилась в лес за ягодами вместе с семьёй и пропала. Родные обратились за помощью к правоохранителям. В поисках участвовали милиционеры, спасатели и лесники. Однако девушка самостоятельно вышла из леса вечером того же дня. Медицинская помощь не потребовалась. В Гомеле по улице Радиальной горел жилой кирпичный дом. Огонь повредил имущество на площади 5 квадратных метров. Вероятная причина – неосторожное обращение с огнём. Пожар ликвидировали до прибытия спасателей. Никто не пострадал. В деревне Демидов на Равлянского района зафиксировано возгорание автомобиля. Предположительно, оно произошло в результате короткого замыкания проводки. В результате повреждён моторный отсек легковой Ауди А4 1995 года выпуска. Водитель устранил возгорание до прибытия подразделения МЧС. В хойниках сотрудники МЧС утилизировали ртуть. Вещество обнаружено в хозяйственной постройке частного домовладения. В деревянном ящике для инструментов находились два прибора неизвестного назначения с ртутью. Произошёл разлив. Спасатели собрали и изъяли 5 граммов опасного вещества. В Гомеле неизвестный украл из припаркованной лады 195 рублей. Правоохранители ищут подозреваемого. Преступление было совершено возле дома номер 55 по улице 1 Луначарского в ночь с 17 по 18 июня. Если вы обладаете информацией по данному происшествию, просьба обратиться по номерам, которые вы видите на экранах или на горячую линию 102. Гомельская пограничная группа информирует. На стрельбище Борщовка, войсковой части 1242, будут проводиться стрельбы. Они запланированы на периоды с 20 по 24 и с 27 по 31 июля. Время с 10 до 17 часов. Объект расположен вблизи населённых пунктов Якимовка, Чижовка и Борщовка. Во избежание несчастных случаев не приближайтесь к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности. Это вся информация выпуска. Оставайтесь на «Беларусь 4». На телеканале «Беларусь 4» Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Стало известно расписание матчей Кубка Солея 2020. За победу в первом официальном хоккейном турнире нового сезона поборется 16 команд. Формат соревнований не изменится. На первой стадии 14 участников разделены на две группы. Дружинам, выступающим на этой стадии, розыгрыша почётного трофея предстоит однокруговой турнир с 6 по 22 августа. По его итогам определятся обладатели двух путёвок в финал четырёх, где к ним присоединится «Минская юность» и «Динамо». Проведение решающего раунда Кубка Солея намечено на 29 и 30 августа. Гомельская волейбольная команда «Энергия» подписала контракт с Андреем Протасением. 36-летний блокирующий выступал за «Минский строитель» «Солигорский шахтёр» «Борисовский ботэ» и «Израильский элицур кармиель». В прошлом волейболист сразу в двух сезонах подряд признавался лучшим блокирующим белорусского чемпионата. Победители парной гонки чемпионата Беларуси по велоспорту на шоссе определены в Мозырем. Старт стал частью открытого чемпионата памяти генерал-майора Фёдора Верёвкина. В соревнованиях мужчин чемпионами страны стали гродненские спортсмены Евгений Королёк и Михаил Шеметов, на 14 секунд опередившие гомельчана Антона Музычкина и Романа Тишкова. У женщин в аналогичном виде программы не было равных Татьяне Широковой и Анастасии Киптиковой из Витебской области. Бронза на счету гомельчанок Инны и Каролины Савенко. В групповой гонке лидерство у брещанина Евгения Соболя, серебро у Романа Тишкова. Завершились состязания гонкой «Критериум». В мужских соревнованиях победил минчанин Сергей Попок. Мазирянин Роман Романов обосновался на третьем месте соответственно. Среди женщин не было равных Анне Терех из столицы. Бронза досталась Инни Савенко. Стали известны участники даты проведения полуфинальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужчин. Минск и Минск-Рцоп уже начали борьбу за путевку в финал. Вторая встреча в этой паре состоится 17 июля. Брестский строитель хоккейный клуб «Гомель» за право выступить в решающей стадии соревнований поборется 25 июля. Второй матч намечен на 27 июля. Финалы на 1-е, 2-е, 5-е и 6-е августа. При необходимости решающий поединок пройдет 8 августа. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь-4. Субтитры подогнал «Симон»!